Приветствую! В этом видео Ирина Винер предварительно огласила состав сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, а также о том, почему она не работает с больными подопечными. А перед началом подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Поехали! Конец июля, начало августа – жаркое время для спортивных болельщиков. Ведь перенесенная из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио начнется теперь 23 июля и продлится по 8 августа. Не секрет, что наши художественные гимнастки уже 5 Олимпиад подряд занимают первые места. Это система, и зачем, казалось, бередить процесс, если все отлажено? Парадокс, но для многих болельщиков, несмотря на гандикап побед, каждый раз это заново пережитые эмоции из-за наших фигуристов и из-за гимнасток. Ирина Александровна Винер дала большое интервью, где уже предварительно огласила частичный состав сборной России на Олимпийские игры. «Практически со стопроцентной вероятностью нашу страну представят Дина и Арина Аверины, а также новая звезда Лала Крамаренко». Что касаемо групповых выступлений, пока все неоднозначно. Ирина Александровна заявила, что главное для нее, как для тренера, здоровье ее воспитанниц. Цитата. «У меня вообще система одна, я с больными не работаю. Если что-то не так, моментально врачи, моментально консультации, и пока ребенок не выздоровеет, я не начинаю с ним работать». Также Ирина Винер ответила на провокационный вопрос о преемнике. Главный тренер призналась, что у нее не раз возникали мысли все бросить и уйти из спорта, но каждый раз на тренировках, видя горящие глаза своих девочек, все лишнее мигом улетучивается. А вероятным преемником может стать Алина Макаренко, тренирующая сейчас юниорскую сборную. Как вы думаете, есть ли у Ирины Александровны достойный преемник?